В субботу можно будет купить домашние картошки, мясо и сладкую тыкву на подовольственной ярмарке в Серебряном сквере. Свежие продукты привезут местные сельхозпроизводители. Торговцы выставят мед, орехи, овощи, ягоды и фрукты, а также изделия ремесленников. В 22-м туре первенства ФНЛ Красноярский Енисей примет одного из лидеров СИЗО на Химке. Подмосковная команда ведет борьбу за право вернуться в премьер-либу спустя 10 лет отсутствия. Матч состоится в субботу, начало в 16.00. Работы российского графика Камиля Губайдулина покажут красноярцам в выставочном зале Академии художеств на предмостной площади. Посетители смогут увидеть личные инструменты и афортные фартуки Губайдулина. И последние листы «Ветер орала», «Переход», «Луч в каюте» и «Братья», выполненные в технике шелкографии и восковой пастели. Фильмы из программы «Новое немецкое кино» обычно показывают на фестивалях и в малочисленных столичных кинотеатрах. Но теперь они доберутся и до сибирского зрителя. Разнообразие подборки позволит каждому найти истории и героев на свой вкус. Откроет программу «Остросюжетная драма на пределе». Фильм идет на немецком языке с субтитрами. Погладить котят и щенков, посмотреть на экзотическую игуану, прикупить пару рыбок в аквариум или отвезти свою собаку на стрижку. В эти выходные все это можно сделать в одном месте. В Сибири будет работать зоологическая выставка. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Для всех остальных билеты обойдутся в 200 рублей.